И последний вопрос. Думаю, у вас есть своё мнение. Выборы уже на носу. Трамп против Байдена. Что произойдёт, если выиграет Трамп? И что, если выиграет Байден? Что вы думаете по этому поводу? Всем привет, ребята. Меня зовут Богатий Ищиди. Добро пожаловать в новый выпуск. Вы можете ответить на этот вопрос в комментариях. Но сегодняшнее видео отнюдь не о политике. В своих видео я говорю только о том, что нас, как криптоэнтузиастов, объединяет. А политика, как известно, только разделяет. Сегодня я покажу вам очень интересное видео от Роберта Киасаки и Джорджа Гэммона. В выпуске будет информация, которую вам нужно знать о биткоине, золоте, монетарной политике, о том, куда будут течь деньги и денежные потоки. И что вообще нас ожидает в будущем. Такой формат видео для меня непривычен. Посмотрим, как он зайдёт. Надеюсь на вашу поддержку лайками. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков. Меня это очень мотивирует. На последнем видео набралось 2000 лайков и всего 50 дизлайков. Это просто сумасшедшее соотношение. Если выиграет Байден, то нужно ожидать, что налоги полетят вверх, в том числе налог на прирост капитала и доходов. Корпоративные налоги тоже будут расти, что будет давить на фондовый рынок в сторону понижения. Но, несмотря на то, кто выиграет, это всё равно будет потрясающе для того, о чём мы говорим. Потому что у них есть одна общая вещь. Они оба хотят большего влияния правительства. Они оба стремятся к большим дефицитам. И они хотят печатать деньги. Они оба хотят инфляции. Итак, ребята, чем больше денег они печатают, тем быстрее мы переходим из состояния инфляции в состояние гиперинфляции. Самые большие новости на протяжении последних недель связаны с Уорреном Баффетом. Дело в том, что он инвестировал 560 миллионов долларов или около того, во что-то такое, что мы вообще не используем. Он купил акции Беррик. На самом деле, для Баффета это не очень большая сумма. Например, в конце августа он инвестировал 6 миллиардов в японские компании. Он купил золотодобывающую компанию. Очень важно отметить, что дело не в том, сколько он купил. Вопрос в том, что он продал ради этого. Он продал акции аэрокомпаний и банков, включая Дж.П.Морган и Голдман Сакс. Вопрос, который нужно задать, что это значит для вас? Что это значит? Если вы как-то связаны с туризмом, сервисами отдыха и досуга, индустрией еды, розничными и оптовыми продажами, вам придется адаптироваться к новым условиям, чтобы не обнаружить себя у разбитого корыта в 2021 году. Воспринимайте это как баскетбол. Вы получаете мяч и должны развернуться корпусом, стоя на месте, чтобы зарядить им в корзинку. Сегодня вам нужно научиться разворачиваться, стоя на месте и передавать мяч дальше. А что значит передавать мяч? Государство печатает деньги и, скорее всего, вы либо получили финансовую помощь от него, либо зарплату с места работы. Что вы делаете с этими деньгами? Куда вы их вкладываете? Это то, что называется передать мяч в баскетболе. Вот такая аналогия. Что касается передачи мяча в более глобальном смысле, давайте послушаем Джорджа. Я думаю, некоторая часть денег уходит также и в долг. Например, США имеет уже 26 триллионов долларов долга. Большинство людей даже не осознают, что это такое. Помните 2000-е годы? В 2000-х США набрали огромные 5 триллионов долларов долга в целом. Удивительно, когда я еще ходил в школу, долг США составлял около 6 триллионов долларов, а сегодня это уже более 20. И за последние 20 лет мы добавили очередные 20 триллионов, уже больше 20. Возвращаясь к твоему вопросу, Роберт, как нам выбраться из этого хаоса? Придется затянуть пояса, но никто этого не хочет делать. Можно сократить долг с помощью инфляции, но при этом мы удешевим доллар. Джордж, когда вы сказали затянуть пояса, вы говорили о том, что это называется экономия? Все должны уменьшить свои потребительские желания и потерпеть до лучших времен? Ну, в общем, да. Если вы посмотрите на этот долг, вы поймете, что мы общество сверхпотребителей. Фактически это то, чем является долг. Мы просто потребляем настоящее за счет будущего. Мы перепотребляем как страна, причем уже десятки лет. В какой-то момент точку равновесия удастся достичь только тем, что нужно будет недопотреблять такое же количество времени и даже больше, которое было потрачено на сверхпотребление. Я не думаю, что это случится, потому что для этого придется заставить людей изменить их привычки. А для людей изменить свои привычки практически невозможно. Такова психология. И люди, которые в принципе управляют этим миром, понимают эту психологию до мозга костей. Так что это навряд ли произойдет, только если они не придумают, как заставить людей. По моему мнению, возможно, я ошибаюсь, если это так, то поправьте меня, заставить людей можно с помощью глобальной депрессии, как ни странно. В противном случае придется смириться с их привычками. Это все равно, что попросить всех не употреблять мясо и стать вегетарианцами. Если бы это было так просто, то это бы уже сделали. Давайте продолжим слушать это интервью. Очень интересная информация, на основе которой понимаешь, что то, что нас ждет в будущем, просто необходимо и поэтому неизбежно. На самом деле, сейчас не только долг чрезмерно высокий. Посмотрите также на этот график. Он взрывает мозг. Если вы посмотрите на 2020, то, ребята, я вторгнусь в этот монолог. Да, дефицит бюджета 2020-го сейчас ориентировочно достигнет 4,2 триллиона долларов. Почему же? Потому что они раздувают денежную массу в циркуляции, например, с помощью этих спасительных финансовых мер, в частности, стимулирующих чеков. По факту, люди сидят спокойно на диване и получают эти чеки, потому что потеряли работу. Это точно не исправит проблемы, зато поощрит лень. И поэтому сейчас дефицит бюджета ориентировочно 4,2 триллиона долларов. Безумие. У нас будет более 4 триллионов долларов дефицита, всего за один год. Это означает дополнительный долг, в который ФРС добавляет список, за который мы, плательщики налогов, несем ответственность. Всего за один год более 4 триллионов долларов. Для понимания, давайте вернемся в 1776 год. С 1776 по 1990 годы мы заработали 4 триллиона долларов долга в целом. Мы потратили на 4 триллиона долларов долга более 200 лет. А теперь мы делаем это всего за один год. Ребята, вот это действительно то, что называется mind-blowing. Есть инфляционные калькуляторы в интернете, где немного посчитав, можно понять, что то, что в 1920 году стоило 1 доллар, сегодня стоит 13. Почему это происходит? Взгляните на эту диаграмму. Как печатание денег может привести к инфляции? У вас есть какое-то количество товаров, которые производятся. Например, 1 миллион единиц товара. Также у вас есть денежная масса. Это денежные предложения, доступные в циркуляции экономики. Эта денежная масса может быть увеличена федеральным правительством, когда только они захотят включить свой принтер. Например, сейчас эта денежная масса составляет 10 миллионов долларов. При количестве товаров 1 миллион, средняя цена товара составит 10 долларов. Итак, если правительство взяло и напечатало еще 10 миллионов долларов сверху, денежная масса выросла с 10 до 20 миллионов долларов. Количество единиц товара остается прежним – 1 миллион. Теперь денег в два раза больше, но товара все такое же количество. Средняя цена товара 20 долларов, инфляция составила 100%. Чтобы управлять инфляцией, нужно управлять количеством товара и управлять скоростью печатания денег. Сейчас в условиях пандемии не печатать деньги правительство просто не может. Но и с количеством товаров тоже возникают проблемы из-за остановки производства. К примеру, новые айфоны впервые за 10 лет, или сколько там, не презентовали в сентябре, как раз таки из-за пандемии. Я даже больше скажу, я лично не всегда уже могу найти то, что мне нужно сразу. Приходится делать под заказ. Раньше такого не было. Давайте послушаем мнение более респектабельных в этом вопросе людей. Может у них есть способ решения. Итак, у нас есть два вида денежного предложения. Это базовые деньги, те, которые удерживаются в банковских резервах ФРС. А также есть широкая денежная масса. Это то количество денег, которое циркулирует в экономике. Давайте проще объясню на примере биткоина. У нас есть максимальное предложение. У биткоина это фиксированные 21 миллион монет. Это те самые базовые деньги. И циркулирующее предложение. 18,5 миллионов биткоинов. Это та самая широкая денежная масса. Когда мы говорим о дефляции и инфляции, речь идет о пропорции именно количества циркулирующих денег и количества товаров и услуг в экономике. Но нет обязательной причинно-следственной связи между количеством базовых денег и денег, циркулирующих в экономике. Чтобы эта связь появилась, коммерческие банки должны перекачивать базовые деньги в экономику. Я имею в виду, что если ФРС сейчас увеличит количество базовых денег на квадриллион долларов, то это никак не повлияет на инфляцию цен в реальной экономике. Возможно, это создаст инфляцию активов, но это никак не увеличит, например, ваш чек в магазине. Но зато, ребята, недвижимость вырастет в цене, что уже происходит. Мы находимся в большом пузыре недвижимости прямо сейчас. Возможно, самым большом за всю историю. Так что придете вы в магазин и увидите, что цены не растут и обрадуетесь. Но на самом деле они инфляцируют что-то другое. Что-то, чем вы тоже владеете. Но что происходит на самом деле? Это увеличение способности коммерческих банков создавать еще больше долгов в будущем. И если они создадут больше долгов, тогда это увеличит количество циркулирующих денег. И это уже увеличит инфляцию потребительских цен. Потому что у вас будет больше денег при таком же количестве товаров. Да, именно об этом мы и говорили, когда я показывал вам эту диаграмму. Ты говоришь об инфляции и аргументах, которые ее провоцируют. Но что это значит для обычного человека? Для обычного человека, который сейчас нас смотрит или слушает, что это значит? Это значит, что прямо сейчас ФРС создает больше денег именно для циркуляции в экономике. И скоро они будут запущены в эту экономику. Вот здесь мы уже подошли к криптовалютам. Возможно, вы этого не поняли, но я объясню, почему есть инвесторы, которые с большим волнением смотрят на золото, криптовалюты и так далее в свете последних событий. Дело в том, что у этих активов есть определенное количество максимального предложения. Вы не можете напечатать больше биткоинов, например. Золото тоже является дефицитным товаром. Вы можете подделать его, но есть способы определить эту подделку. Так что что-то типа биткоина, лайткоина, эфириума, XRP, чейнлинка, кардана и любого альткоина, который вам нравится, кстати, можете написать топ-5 своих любимых альткоинов в комментариях, у большинства из них есть фиксированные предложения. Конечно, майнеры добывают монеты и добавляют их в циркулирующее предложение, но итоговое количество монет будет не больше конкретно заданного числа. Они не могут сделать как ФРС, мол, давайте будет не 21 миллион монет, а 25 миллионов в этом году. Конечно же нет. Мы услышали тебя, но исправит ли это существующие проблемы? Нет, 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 еще раз нет. Пойми, ты не можешь печатать деньги, когда нужно заниматься решением реальных проблем. Да, Роберт говорит про гиперинфляцию. Гиперинфляцию точно не решить еще более масштабным печатанием денег. Как ни странно, гиперинфляцию невозможно исправить еще больше инфляцией. Ну да, у нас с тобой осталось немного времени, поэтому расскажи о своем понимании того, в какой точке мы находимся, а также о том, что видит Уоррен Баффет. Похоже, этот твой график – это то, к чему он готовится. Точно так. Он видит печатание денег и раздувание денежной массы, поэтому единственный выход для него – это покупать золото. Вы слышали это? Единственный выход у Уоррена Баффета – покупать золото. Я бы уточнил, что он все-таки покупает даже не золото, а золотодобывающие компании. Мы еще придем к ответу на вопрос «почему». А теперь подумайте, что будет, когда золото станет колебаться. Что тогда будут покупать люди? Би-би-би-биткоин. Думайте о рынках, как о потоке денег, которые постоянно меняют направление. Об этом я писал в своей книге, кстати, ссылка на неё будет в описании. Она ещё не вышла, но вы уже можете оформить предзаказ прямо сейчас. У нас есть три варианта будущего. Мы затягиваем пояса и производим больше. Мы переходим в гиперинфляцию. Или же мы вступаем в в***ну. Вступаем в в***ну, говорит Роберт Кийосаки. Сейчас во многих местах на планете возникают либо новые, либо давно забытые в***ные конфликты. В том числе и в Соединённых Штатах. Как вы все знаете, про***тые конфликты, биологические угрозы. Неудивительно, что сейчас возникает так много конспирологических теорий, среди которых теряется правда. Я недавно смотрел документалку от Netflix о том, как на нас влияют медиа, в том числе и социальные сети. В этой документалке они тоже говорили о конспирологии. И мне понравилась фраза «А что если то, во что мы верим, и есть конспирологическая теория?» А то, что является правдой, мы называем конспирологической теорией. «Вся наша реальность по факту является тем, чему нас научили медиа, социальные сети и те, кто окружает нас в социуме». Я хочу знать, что ты думаешь об этом. Баффет говорил, что биткоин — это крысиный яд. Потом он назвал золото бесполезным и сказал, что если бы мангер зависал с толпой фанатов золота, то Баффет не зависал бы с мангером. Что это говорит тебе? Извините, товарищ Роберт Киосаки, я вклинюсь снова в ваш диалог. Он удивляется, почему после таких слов Баффет поменял своё мнение как минимум насчёт золота. Я сомневаюсь и в том, что Баффет не изменил своё мнение насчёт биткоина, только публично не признаётся в этом. Я скажу, что это говорит лично мне. Пожилые люди могут ошибаться. Молодые люди могут ошибаться. Люди среднего возраста могут ошибаться. В конце концов, люди могут ошибаться. Их вера во что-то со временем может измениться. И это хорошо. Лично мне это говорит только то, что нужно следить за их действиями, а не словами. Несмотря на то, что он говорит, он берёт и покупает золотодобывающую компанию. Я хочу подчеркнуть, Роберт, он не просто покупает золото. Он покупает золотодобывающую компанию. Почему это всё меняет в корне? Потому что когда золото растёт, золотодобывающие компании растут ещё больше. И наоборот, когда золото падает, золотодобывающие компании падают ещё больше. Объясните это подробнее. Что вы хотели сказать? Предположим, что золото вырастет на 100%. Сейчас оно стоит 2000 долларов, а будет стоить, скажем, 4000. Значит, вырастет в два раза. Если это случится, скорее всего, золотодобывающие компании вырастут не на 100%. Они вырастут на 400%. Понимаете? Так что теперь вы понимаете по другому ситуацию. Уоррен Баффет не просто покупает золото. Он также ставит на... Ставит на актив, который ещё и добывает актив. Вместо того, чтобы просто иметь позицию в золоте, он хочет, чтобы оно ещё и добывалось. Если ты покупаешь просто слитки, ты сидишь ровно. Если ты ещё купишь и шахту, то получишь то, что эти слитки производят. Уоррен Баффет просто на шаг впереди. Я также хочу уточнить. Ты сказал, он инвестировал 560 миллионов долларов. Но это только то, о чём нам известно. И он не покупает всё сразу, потому что тогда повлияет на движение рынка. Так что с тех пор, как нам стало это известно, он мог купить ещё больше. Но мы всё ещё об этом не знаем, а узнаем только в будущем. Ребята, вывод из истории с Уорреном Баффетом, который я сделал, заключается в единственном слове. Leverage. Что с английского языка переводится как привлекать. Вот что делают эти большие компании и корпорации, в том числе и компания Уоррена Баффета. Они привлекают наше внимание, потому что наше внимание – это деньги. Они задействуют рабочих, чтобы добывать в шахтах, например, золото, чтобы зарабатывать деньги. И так далее. Берите с них пример, если вы хотите приумножать свой капитал. Используйте слово leverage, но, конечно, не в значении кредитное плечо. От кредитов держитесь подальше. Например, для своего сервиса ExchangeSumo.com я привлекаю сотрудников, которые делают его лучше, чем я бы смог. И именно это увеличивает его доходность, что меня, как владельца и создателя, безусловно радует. Ссылка на мой сервис, кстати говоря, будет в описании под видео. Она всегда там. Я знаю, что одна из причин моего успеха – это то, что я окружил себя людьми, которые умнее меня. Да, именно это мы и делаем. Учимся у тех, кто умнее нас. Они учат нас. Я привлекаю их умения в свой бизнес, чтобы заработать больше денег. Да-да-да, именно то, о чем я и говорил. Это интервью, которое Роберт взял у Джорджа, просто потрясающее. Ссылку на него я оставлю в описании. Казалось бы, мы говорим о простых вещах, но я из них почерпнул так много, что помогает мне строить свой собственный сервис. И я надеюсь, вам тоже поможет в ваших начинаниях. Джордж – абсолютно гениальный бизнесмен, и он говорит нам то, что я сам пытаюсь сделать. Окружайте себя умными людьми, людьми, которые гораздо умнее вас. Когда-то в университете я изучал биофизику клетки. Мы изучали в том числе виды растворов – гипотонические и гипертонические растворы. Давайте представим, что вы – это клетка. Более умные люди – это вода вокруг вас. Чтобы вы получили знания этих людей, вода должна пойти внутрь клетки. Значит, вы должны помещать себя в среду, когда вокруг вас будет находиться гипотонический раствор. Какой же кайф вспомнить все это, вы даже не представляете. Вы не должны быть гением и самым умным человеком на планете, чтобы научиться зарабатывать деньги. Когда-то был один американский президент, которого постоянно заставляли вспоминать какие-то даты и факты о своей стране. И он возмущенно спрашивал, зачем я должен использовать свой мозг как хранилище для фактов. Я должен использовать свой мозг как думающий завод, перерабатывающий информацию. Это мышление миллиардеров, друзья. Они не самые умные люди в мире, но они умеют привлекать нужных людей. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»